Снотворное Снотворное обычно дает выспаться там 10-11 часов 12 часов я уснул, в 7 утра мои глаза открылись И я не мог спать Перед выездом из Новогорска в Новоробьевую гору Я подошел к Станиславу Саламовичу И озвучил то решение, к которому я пришел за эту ночь Я не побежал сразу радоваться И мысли какие, я ошалел, я еще Габулу сказал Первая мысль была сразу о том, чтобы быстренько начать И попробовать забить третий У меня ощущение, как будто это где-то было во сне Столько событий, а тут уже год пролетел Кажется, как будто гораздо больше Важно было то, что длинный период, долгий период Сборная России смогла сделать болельщиков И всех людей, которые переживали за сборную Хоть немножко, но счастливыми И которые испытывали искреннюю радость Радость и гордость от того, что сборная Может играть в футбол Может побеждать Может объединять Про того, которого любила Про того, чем не спорила У меня, наверное, как в случае с Габой Год прошел очень быстро И даже когда мне позвонили и сказали Что интервью посвящается году После чемпионата мира И я на самом деле удивился То есть год для меня прошел очень быстро Уже год, и это не вернуть Грустно, наверное, что уже такого не будет Ощущения, чувств Вот этих чувств, пережитых эмоций Грустно немного Но, с другой стороны, уже Когда ждали, когда готовились К этому мероприятию Волновались И в итоге хорошо, что все так получилось Перед Судовской рай Да, напряжение было Напряжение было и накануне Судовской рай Но у меня было стопроцентно уверенно Что вообще будет все гладко, все ровно Я видел уверенность тренера Видел спокойствие его Видел уверенность, спокойствие футболистов Да, какие-то ребята, которые не имеют большого опыта Немного волнения испытывали Но это вполне нормально было Видел озабоченность некоторых футболистов Которые не могли галстук завязать Это все Ну, а так в целом Просто мы о чем говорили тогда с пацанами О том, что надо просто получать удовольствие От сегодняшнего дня От текущего момента Что это событие действительно Событие столетия в нашей стране И просто нужно быть Чтобы оно не давило это событие Я принял санкционное Дает выспаться там 10-11 часов В 12 часов я уснул В 7 утра мои глаза открылись И я не мог спать До игры Я больше ни минуты не проспал От этого волнения и ажиотажа Я нервничал Но я нервничал, знаешь, больше от того Что это все-таки был домашний Крупный турнир И все равно каждый понимал И взрослый, и молодой Что очень сильно негатив был вокруг сборной И было, знаешь, переживание за то Что, господи, это первая игра Надо выиграть И следующую игру надо выиграть Я, насколько я помню Я спокойно спал Хорошо спал После саудитов Не очень спал, само собой Так, ну, перед первой игрой Ну, я не знаю Уже какого бы масштаба турнир не был Я вообще спокойно подхожу к каждой игре Даже если это чемпионат мира Домашний До игры я был вообще спокоен То есть На меня больше повлияло Вот эти 18 минут или 20 минут Сколько я сыграл Если мы говорим о первой игре Они были, конечно же Вот Так сказать И Что-то невероятное А Габула, Габула, выиграете? А Габула вызвут, да, вызвут Из чемпионата идет поджаром Да, нет Да, нет Мне тяжело из этого не было Потому что я был абсолютно Спокоен Я понимал Что, для чего и как я вообще делаю По сути, я мог закончить карьеру Двумя годами ранее Но я перед собой Имел четкое понимание То, что я могу Принести футболу пользу Принести пользу Партнерам Достичь личных каких-то еще задач Которые я перед собой ставил Приходя вообще в футбол То есть у меня было четкое понимание Что я должен стать чемпионом Иначе я не могу То есть если бы я с Брюггеном не стали чемпионами Я думаю, что карьеру я бы не закончил Замполит Не знаю А, замполит Первую шутку эту, по-моему, Виталий Иванович Матко запустил Почему Габулова звали замполит? Потому что я ответил уже на твой вопрос Потому что Володя, он обладает всеми качествами замполита Вот этими, ораторскими Люди извне, они не понимают, что такое сборная То есть они как-то на это смотрят по-другому Сборная – это отдельная команда Где каждый выполняет свою роль Ни для кого не секрет, что Володя обладает Лидерскими качествами, ораторскими качествами То есть и во многих сборных есть люди Которые элементарно могут подсказать Или в нужный момент как-то поддержать Высказать свою точку зрения Опытом своим поделиться Помимо этого он хороший вратарь просто-напросто Вот и все Недалеко от Лужников был ресторан У меня сына день рождения был в этот день С испанцами И они праздновали рядом с Лужниками ресторан И я заехал Но празднование было в отдельной зоне И куча болельщиков Именно в этом ресторане на веранде праздновали И там был гул И я один раз вышел из зала, где было день рождения моего сына И попался на болельщиков И женщина меня стала целовать Серьезно, ну она была выпившая Накинулся на меня просто целовать Люди стали обнимать То есть это было какое-то безумство Но это при этом я быстренько скрылся И попросил никому не говорить, что я здесь Но в итоге как-то я пересидел в ресторане И мы поехали домой Когда после Испании нас уже отпустили Мы с семьей уехали на автобусе И мы просто попали в центр Москвы В пробку Поздно ночью Когда уже все спать должны И мы в этой пробке стоим Просто стоим Проехать невозможно И где-то припаркованная машина стояла Открывается багажник Включается музыка Людей никого не было Когда включается музыка Просто со всех сторон Люди так подбегают Подбегают, начинают танцевать Обниматься, радоваться Вот это запомнилось на болелье Ну, само собой Ну, телевизор смотришь И в группе тоже У нас группа есть Спартак Гогниев Габул Оба Габула И Георгий Джоев Который играл в том И сейчас помогает Спартаку Гогниеву В Алане И также Спартака Гогниев Обратно Мы все в одной группе И как раз Спартак Гогниев Скидывал видео А он на всех играх был Ходил, гулял Туда-сюда И вот эти видео ты смотришь И ты вот понимаешь Какая это радость Ну, там, куча народу Реально, я так Ну, понял по видео Что встать негде было То есть Кто-то на скамейке Кто-то на шее У кого-то еще что-то То, что ты к этому Приложил усилия Для того, чтобы люди Так радовались Само собой Ты от этого тоже кайфуешь Когда По-моему, Саламыч говорил Что он рисковал Он не просто рисковал Он очень сильно рисковал Выпуская меня на замену Потому что Задние это Ускоренные Плюс спина За два дня до этого Спина у меня срубила То есть Там Я еле-еле ходил Что тут сказать Ну, случилось Как случилось И хорошо Что в лучшую сторону А представляете Что если Это последняя замена И выпускают человек И он ломается Помнил И понимал Что тебе говорил Про насмешно Честно Вообще не помню Что мне сказали Поскольку Ну, тут Задача ясна Нужно Как-то пытаться Помочь команде Сравнять счет То есть Честно Вообще Ничего не помню По-моему Что-то говорили Ну Че Не первый год В футболе Тут уже Все понятно Лишние разговоры Лишние слова И так Не нужны были Ну Настолько Я не знаю Такой дрожь пошел И все И Там уже Нужно Выходить И играть Пытаться Помочь Я вообще Не собирался Подавать Был момент Я же остановился Я сперва Подбежал И остановился Там стоял Модрич Игнаш Стоял Под удар У них Получается Они играли По-моему Если я не ошибаюсь Именно при этом Стандарте В зону Вот Неперсонально И Получается У них На подборе Никого не было Но В то То есть В то же время То есть Я видел Что Модрич Смотрит В эту сторону И Я сразу Ну То есть Подумал О том Что На первый Не надо Отдавать Потому что То есть Там пас И это Как минимум Контраатака Я первый Побежал Сделал Ложно И Модрич Как раз Побежал Читать И уже Я понимал Что на второй Смысла Нету И А с другой Стороны И тоже Это все Быстро В голове Прокручивалось Что Игнаш Не в штрафной Но уже Думаю Ну уже Лучше Подача Нежели Контраатака Ну в итоге Подача Удавать Я не побежал Сразу Радоваться И Мысли Какие Я Ошалел Я еще Габулу Сказал Первая мысль Была Сразу О том Чтобы Быстренько Начать И попробовать Забить Третий Потому что Там Время Оставалось Когда я увидел Как Габул Бежит По диагонали Я Аж Испугался Я ему Еще После игры Говорил Это Что-то Нереальное Было Я такую Картину Увидел С одной Стороны Страшно Было Как он Бежал С другой Стороны Смешно Было Как Габул Бежал Ну Реально Если С моего Ракурса Посмотреть Если Видео Есть Там Надо Посмотреть Как Габул Нес Я думаю Там Усейн Болт Сзади Оказался Когда узнал Что Топоненте Дорен Будет Пенальти Была Уверенность Что Пройдем Да Почему Была Уверенность Потому что Когда мы Пропастили Второй Мяч У меня Прям Какой-то Надлом Потом Забив Второй Мяч У меня Опять Это Вера Уверенность Я думаю Не может Быть Так Что Вырвать Такую Игру Вырвать Этот Результат И Проиграть Пенальти Ну Это Конечно Драма Хорватами Оказались Более Что Ли Проходимыми Чем Испанцы Ну Игра Мне кажется Это Показал Что 50 на 50 Реально Пенальти Это Лотерея На тот Момент Я соглашусь Именно У меня Наверное Такие же Ощущения Были Как У Игоря В плане Того Что Ну Все Это Закончилось Потому что Это Были Два Месяца Подготовки То есть Месяц Подготовки Месяц Турнира И два Месяца Мы Действительно Жили Этим Ощущением Того Что Мы Должны Сначала Выйти Из Группы То есть Было Переживание Потом То есть Каждая Играет Отдельные Истории Потом Мы Обыграли Испанцев И Да После Хорватов Честно Говоря Уже Было Такое Пустошение И Наконец Все Закончилось Потом Мы Сидели С Игорем Опять И Говорили Слушай А ведь Есть Немножко Больше Везения И Там Англичане И Все Могло Получиться А Но Это Потом Пришло Когда Мы Сидели Уже В ресторане И Проанализировав Все Больше Позитива Излег Из всей Этой Истории Да И Именно В тот Момент Я Пришел То есть Это Было Буквально Вот Период После То Как Мы Закончили С Хорватией До Того Момента Как Мы Ехали На Воробьевы Горы Я Буквально В этот Период Для Себя Решил Что Все Я В Футболе Сдел Все Я Отдал И Двигаться Дальше Скажу Больше Даже Перед Выездом Из Новогорска На Воробьевы Гору Я Подошел Саниславу Саламовичу И озвучил То решение Которому Я Пришел За Эту Ночь Перед Турниром Слушай Двояки Чувствую Я Вообще Честно Тебе Скажу Задумался Об этом После Евро 2016 Года На Саламович Многое Поменял В моей Судьбе Именно Сборной Потому Что Он Сделал Из Меня Во-первых Игрок Основного Прям На 100% Он Доверял Мне На Протяжении Всех Двух Лет Я Прошел С ним Этот Путь Я Считаю Таких Наверное Пять Или Шесть Человек Кто Прошли Все Два Года Я Хочу Сказать Что Я Я Я Я Я Я Горжу Что У нас Такие Болеты Огромное Вам Спасибо Наверное Еще Задолго До Турнира Я Знал Что Это Мое Последнее Я Принял Для Себя Решение Что Это Мой Последний Будет Турнир Потому Что Я Очень Хотел В нем Сыграть Но Я Понимал Что Мне 34 Года Сразу После Турнира И Опять Дети Семья И Я Думал Что Хватит События С Чемпионата Мира Навсегда Останутся Вот Здесь Вот И Я Думаю Как и У многих Россиан Потому Что Ну Все Видели Все Ощутили Какие-то Эмоции Для Меня Лично Они Останутся На Всю Оставшуюся Жизнь Надеюсь Что Эти Эмоции Еще Перебьются Так Как У Нас Дальше Чемпионат Европы И Чемпионат Мира На Которых Я Собираюсь Сыграть Будем Объективны У нас Многие Моменты В Игровом Плане Перед Чемпионатом Мира Не Получались Результата Такого Обнадеживающего Тоже Не Было Железобетонная Вера Было Четкое Понимание Тренинского Штаба Был Единый Коллектив Был Дух Что Называется В том Что Действительно Получается Я Ни секундочки Не Сомневался Честно Сказать Я Верил Даже Более Значим Результат Более Значим Успех Но К сожалению До конца Это не Получилось Реализовать Но Чемпионат Мира Перевернуло Отношение К футболу В России Сто процентов В чем Да хотя бы В том Что Огромное Количество Детей Ребят Побежали Становиться Футболистами Либо Сами Либо Родители Побежали Отдавать Своих Детей В надежде То Что Они станут Футболистами Хотя бы В этом Тут Слов Ты Не Подберешь Каких-то Насколько Это Вот Ну Из Ряда Вом Выходящего Да Там Сравнивая С Лигой Чемпионов Я Не знаю С Какими-то Победами Чемпионов Мира Особенно И домашние Когда Все Болельщики За тебя Это Что-то Нереальное Ты не можешь Объяснить В словах Это все Нужно Прочувствовать Я думаю Каждый человек Прочувствовал Это По-своему Футболисты Это чувствуют Еще по-другому Ты можешь Объяснить Что это В словах Вот 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 Да 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 Только Еще в три раза Умно Фахисты Редактор субтитров Корректор А.Кулакова